Как жалко то, что цифры решают все. Ну, таков спорт и таков хоккей. Привет всем, друзья! С вами снова я. Закончилось у нас мега-дерби между сборной России и сборной Канады. Матч был умопомрачительным просто по своим меркам. Настоящий боевой хоккей. И невзирая на то, что сборная России держала, вот практически держала уже в руках и в сердце болельщиков победу. Эх, к сожалению, сборная Канады это сборная Канады. Но по моему мнению, и я думаю многие болельщики меня поддержат, то что сборная России это красная машина. И пусть даже сегодняшний матч закончился для нас проигрышем, но мне так кажется, то что сборная Россия все-таки где-то обыграла сборную Канаду во всем. И, наверное, этот матч все-таки должен был состояться именно в финале. Он должен быть финальным. Но судьба такова и распорядилась по-другому. А теперь давайте поговорим непосредственно о самой игре. В первом периоде игра двух сборных была аккуратная, тактическая, позиционная. Много силовой борьбы. Сборная Канады раз за разом получала удаление, что, в принципе, вполне заслуженно. Потому что Серега Андронов, вот просто за него такая гордость. И такие эмоции. И так сон внутри кипело, когда на нем проводили силовые приемы. И просто самому хотелось выйти на лед и перекинуть через себя этих канадцев. Силовые приемы были до тех пор, пока ему уже не разбили лицо и не пошла кровь. Что по моментам, таким вот позиционным и по входам в зоны. Сборная Канады пыталась как-то немножко задержаться в нашей зоне. Особенно часто были опасные моменты, когда с левого фланга шел пас на правый фланг вдоль ворот. Расчет был на молниеносный гол, на голевой пас и подставление клюшки прямо в ворота, чтобы влетела шайба. Наши же очень хорошо входили в зону. Бросали сразу. Отличный контроль шайбы, распасовка и броски. Сборные держали просто высокий темп. Тем самым первый период закончился 0-0, потому что все на уровне мастерства. Все на уровне мастерства. Все мастера, все просто показали свой класс. И второй период для нас, ребята, оказался очень хорошим. Потому что на 12-й минуте 16 секунд вот просто так разыграли, так разыграли, что просто была улыбка до ушей. Когда Панарин вошел в зону канадцев, отдал на Кучерова пас. И тут уже Кузнецов ждал ворот канадцев. И Кучеров отдает ему пас. И Кузнецов забивает первый гол за сборную России в этом таком охренительном матче. Канадцы же, конечно же, взъелись, потому что они привыкли к тому, что они постоянно выигрывают. И выиграют причем сразу же. Вот начиная с первого периода они соклепывают уже пару шайб, чтобы потом просто уже подавив эмоционально своего противника, а потом уже его выматывая. Здесь они начали уже показывать свою очередную злость. Начали провоцировать наших игроков. Кстати, игроки нашей сборной отлично уже уходили от силовых сборной Канады. Раз за разом у них уже это просто не получалось. И тут чернявенький игрок Симмонс сборной Канады ударил Наместникова клюшкой по рукам. Был эпизод, когда показывали Наместникова, видели то, что он сидит на скамейке. Ему очень сильно больно, просто нереально. И наши остались в большинстве. И отомстили, отомстили за эту грубость канадцев. А именно, звено Шипачева, которому подключили Панарина в большинстве. И Панарин опять раздает подарки, отдает великолепный пас на Шипачева. А Шипачев, как всегда, вот на забытого Гусева всеми, который стоит на левом фланге, прямо вот рядом с воротами. Он просто вот как привидение, наверное. Шипачев отдает ему пас, и Гусев забивает второй гол. И таким образом счет у нас 2-0. Наши повели в этой игре. Все обернулось для канадцев не так, как они всегда привыкли видеть. И тут понеслась борьба на всех участках. Вот просто каждый игрок, за каждый кусочек, каждый вот на миллиметр льда. Да, был хороший момент у Ткачева во втором периоде. Он прекрасно выходил. Был выход 2 в 1, и эх, не получилось, к сожалению. И тут понеслась удаление от нашей сборной. В конце второго периода зуб держал Симонса. Когда Симонс Чернявенький выходил на наши ворота практически 1 на 1. У зуба не оставалось ничего, как просто держать его клюшкой. И зуб был удален. Канадцы остались в большинстве. Били, били, били по нашим воротам. Бац, бац и мимо. И мы ушли на перерыв со счетом 2-0. И все, вот казалось бы, осталось нам продержаться один период. Один период, третий, и все. И мы в финале, ребята, мы в финале. Бля, муха. Удача все-таки отвернулась от нас. Начался третий период. Проходит каких-то 17 секунд. Канадцы в большинстве. Хотя до третьего периода мы лидировали по броскам 23-19. И Марк Шайфли все-таки реализовал ихнюю тактику. И забивает первый гол в ворота Василевского нашей сборной. Тут канадцы, конечно же, уже осмелели. Они поняли то, что они могут вытащить эту игру. И понеслась. Идет борьба. И тут удаляет Белова за толчок 71-го номера. Канада вновь в большинстве ненужные удаления от нашей сборной пошли. Вот просто ненужные. Не надо было вот так вот. Игрок сборной Канады щелкает. И Шайба угождает. И так побитого, измученного Андронова. Шайба ему попадает чуть выше колена. Уже в незащищенную область. В правую ногу. Бедный Андронов. Снова у канадцев вот эта вот комбинация, когда пас идет вдоль ворот. И клюшка уже подставлена на добивание. На просто молниеносный уже уход шайбы в наши ворота. Василевский молочек. Он вытащил две повторных комбинации. У канадцев ничего не получилось в большинстве. Но что-то в нашей команде расклеилось. Сборная Канады держится в нашей зоне. Держится и держится. Просто уже усталость наших игроков. Игра расклеилась. Тактика комбинации, конечно же, уже не те. Канадцы это почувствовали. Почувствовали эту кровь. И начали ее пить дальше. Опять удаляется зуб. В сборной Канады ничего не получается. Опять идет игра 5 на 5. И просто вот, наверное, глупейшее удаление со стороны судей. Кузнецова, когда вратарь сборной Канады пошел выбивать шайбу за свои ворота. И видно было то, что прекрасно. Вот на повторе то, что Кузнецов, подъезжая к вратарю, не успел оттормозиться. И в полете просто, ну, уже сбивает вратаря сборной Канады. И тут судьи приписывают ему штраф. Наши обороняются уже как могут. Мало сил. Ребята стараются. Василевский тащит. Просто вот молодцы. Вот, наверное, действительно сегодня наша сборная России показала, что красная машина есть до сих пор. Но, к сожалению, за 4 минуты 53 секунды игрок сборной Канады, 29 номер, сравнивает счет. Счет становится 2-2. Гавриков получает травму. Игра вроде бы более-менее уже к концу третьего периода выравнивается. И опять сборная Канады на третьей минуте, 0,2 секунды. А ралли, идя вдоль ворот Василевского. Шайба у него уже сходит с крюка. И в последний момент он забивает третий гол от сборной Канады. Последние минуты Василевского убирают с ворот. 6 на 5. Дизайнер сборной Канады, Кутюрье, забивает в пустые ворота нашей сборной четвертую шайбу. И счет 4-2. Мы проигрываем. И в финал у нас выходит сборная шведов и сборная Канады. А мы сегодня, ребята, поборемся с вами за бронзу. Играем с финами. И пусть будет так. Пусть мы получим бронзу. Но мы все равно сильнейшие. Самые сильные. И сегодня мы это доказали. Мы проиграли. Да, пусть так. Но мы сегодня бились до конца. С первой и до последней секунды. И это сделали достойно. Всем спасибо за просмотр. Всем большущего здоровья. Смотрим и болеем за нашу сборную. Всем пока.